Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начинаем работу прямого эфира. Бывший мэр Риги и один из лидеров, честь служить Риге, Олег Буров у нас в студии. Добрый день! Здравствуйте! Повод, почему мы собрались, я думаю, наши радиослушатели тоже легко угадают. Это, конечно, очень важные дни для тех, кто отмечает по европейскому времени. И сегодня в целом ряде европейских стран уже прошли памятные мероприятия, посвященные 75-летию разгрома нацизма. Для многих людей очень важный день, наверное, один из самых важных праздников будет 9 мая. Завтра, когда будет отмечаться, ну, не только, естественно, в России, 75-летие победы в Великой Отечественной войне. И, Олег, поскольку, ну, я знаю, что ваши родители тоже, понятно, из этого военного поколения, может быть, несколько слов об этом, что для вас этот день значит. Я помню, что вы высказывались по этому поводу и рассказывая о своей семье, и рассказывая о том, вот, может быть, воспоминании ярком, которое вот тоже у вас осталось на всю жизнь, о том, как вот вы оказались тогда в Москве, по-моему, в 80-м году, в далеком, когда тоже отмечалась очередная годовщина победы. Вот, может быть, обо всем по порядку, о вашем личном отношении, и потом уже поговорим чуть-чуть дальше. Ну, знаете, если говорить, это, конечно, это личный праздник для каждого, это праздник, который вызывает много эмоций. С одной стороны, это счастье, с другой стороны, это ощущение горя, ощущение горечи, это память, это на самом деле вот эти слова, праздник со слезами на глазах, они отражают все, да, если мы говорим. Я вообще думаю, что восьмое, кто поминает, поздравляет, приходит, у нас тоже было же возложение цветов в Латвии к братскому кладбищу. Восьмое, девятое, естественно, что говорить в Латвии у нас, у тех, кто вышел из советского периода, у нас это укоренилось 9 мая, и я думаю, ну, и не надо это менять, да, но в то же самое время, самое главное, самое главное, это чтить и помнить. Если мы говорим о моей семье, да, у меня мама родилась в Ленинграде, вот у моей бабушки, у нее было много братьев и сестер, кто-то, одна из них, умерла еще, будучи сестрой милосердия во время гражданской войны, двое погибли в Ленинграде, их дети погибли в Ленинграде, во время блокады погибли дети от голода, один из вот братьев моей бабушки прошел всю войну, был многократно ранен, он был танкист, получил все, ну, так скажем, ранения, которые есть у танкистов, у него были поражены ноги, я вот сейчас, будучи ребенком, помню, как он хромал, и на руке не хватало пальцев, но вот он все равно, он был всегда такой жизнерадостный у меня, ну, в семье уже вот, ну, сложилось так, что мой дедушка, он остался и пережил всю блокаду, он руководил на электростанции народным ополчением, поэтому он прошел всю блокаду, свою семью, вот семья, где была и моя мама, будучи ребенком, ей было тогда, вот сейчас маме, слава богу, 91 год, да, но тогда ей было, соответственно, 12 лет, и они, ну, практически в последнем эшелоне эвакуировались, 17 августа они эвакуировались из Ленинграда, Кировскую область, и она вспоминает, ну, детские воспоминания, особенно, когда они вот в такие экстремальные моменты, они очень яркие, их люди запоминают, и вот она помнит, что вот их эшелон, они проезжали и видели предыдущий сгоревший эшелон около железных, железнодорожных путей, вот они так 6 дней двигались до Кировской области, до этого они там пытались, дети, сбрасывать вот эти зажигательные бомбы с крыши, но потом им быстро запретили, она рассказывала такой, ну, немножко, как во всем есть какие-то трагикомичные случаи, когда говорили, что надо ловить шпионов, и на самом деле шпионы, лазутчики, они появлялись в Ленинграде перед блокадой, потому что немцев, интересно, фашистов, интересовало все точки нахождения, что, что, где находится в Ленинграде, и вот ее бабушка мою, то есть прабабушку, она была после инсульта и плохо говорила, и вот активные дети, пионеры ее задержали, отвели в милицию, потому что она говорила на непонятном языке, ну, как человек после инсульта, она говорила на непонятно, да, поэтому, кстати, она вот тоже умерла, не пережила блокаду, поэтому я это знаю, сестра моей бабушки, вот, ну, как, не знаю, как это говорит для меня, это двоюродная бабушка, как назвать, не знаю, но это человек, который меня потом воспитывал, и фактически она была мне, на самом деле, как бабушка, вот все свое вот это вот детство, я провел с ней, она тоже переложила блокаду, она работала на ткацком предприятии, они, ну, что-то занимались, для фронта делали, она пережила блокаду, она рассказывала, как она варила супы из резины, из сапог, и вот из своей расчески, расческа была, ну, наверное, костяная, но там был какой-то клей, и вот как я сейчас, как сейчас помню, она рассказывала, что суп получался от этой расчески, ну, такой не как желе, но вот какой-то желеобразный, и вот ощущение этого клея, ну, это тогда не была синтетика, то есть это были все натуральные, вот такой вот суп ели, да, и наесться, накушаться, она потом очень долгие, многие месяца не могла после этой блокады, она мне рассказывала, она рассказывала, как теряла карточку хлебную, у меня есть, хранится в семейном архиве вот одна из хлебных карточек, это уже было в конце блокады, которую она не успела, ну, так скажем, отоварить, поэтому я это очень хорошо все знаю, чувствую, и, ну, вот, когда мы с моим, нашим 12-летним сыном приезжаем в Санкт-Петербург, зачастую я его по привычке называю Ленинградом, да, мы приходим на эти места, мы видим это, об этом надо помнить, это надо, это надо напоминать, поэтому, да, мне это свежо, отец у меня был некоторое время на войне, но он был тоже молодым, да, но был на войне, он был оператором, снимал хронику, потом попал в госпиталь, ну, и после этого он уже не вернулся на фронт, поэтому, ну, медали у него были, его нет в живых сейчас, ну, вот это те вещи, которые я помню, я уверен, что такие воспоминания есть у всех семей, да, но для меня, конечно, я могу сказать честно, вот Ленинград, блокада Ленинграда, это, ну, это очень личностный фактор. Вы где-то, по-моему, в какой-то публикации, когда журналистам задавали вопрос, вы сказали, что да, понятно, что 9 мая это праздник, как может быть иначе, не было бы, кстати, ни свободной Европы, ни потом Европейского Союза, если не было бы разгром нацизма, это тут не нужно быть историком, чтобы понять. И, когда я говорил, вот о том случае, что я говорил, я о нем уже рассказывал несколько раз в последнее время, но я скажу еще раз, он на меня тоже вот произвел впечатление, 80-й год, Олимпийская Москва, и вот мы тоже с мамой были в Москве, ходили в театры, после 9 мая это... Он лет 45 прошел, как быстро время бежит, да? Ну, об этом лучше не говорить, тогда начинаешь говорить, сколько тебе лет вспоминать, становится опять-таки грустно, да? Ну, это был хороший солнечный день, это уже было после обеда, когда закончился аппарат, и мы пошли, ну и как, все знаете, культовое место в Москве, это около Большого театра, где всегда собирались ветераны, поскольку это был... А дополчание они там встречались, да? Поскольку это был 80-й год, это после войны, соответственно, было окончание войны 35 лет, было очень много живых ветеранов, военных, на самом деле, вот такое количество генералов с генеральскими звездами я никогда в жизни не увидел и не увижу, да? Вот это, ну, звук медалей, орденов, немножко запах алкоголя, радостные лица, не пьяные, не пьяные, радостные лица, счастливые лица, вот эта песня, праздник со слезами на глазах, вот на весь этот сквер перед Большим театром, вот ощущение праздника, и мы пошли в сторону, так скажем, ближе вот от улицы, я сейчас не помню название, где Дом Союзов, отошли в сторону, и там стояла пожилая женщина, бабушка с седыми волосами, такой вот синий плащ, баллонья, она прижалась к стене, тихо, смирно, она стояла, и у нее к плащу была приколота записка, вот такая в клеточку выцветшая бумажка, где-то руки было написано, чернилами, ручкой, ищу сына, я почему так говорю, потому что я это как сейчас, вот у меня это стоит перед глазами, хотя это был на самом деле 80-й, 80-й год, ищу сына, и вот она молча стояла, и, наверное, не первый год она туда приходила, ждала и надеялась, и вот в этом, вот в этом, вот в этих двух моментах, то, что я видел у Большого театра, вот в этом, для меня 9 мая. Кстати, потом, когда я вернулся в Ригу, я видел большую фотографию, фото корреспондента в «Комсомольской правде» вот этой женщины, да, то есть это значит, что, ну, на самом деле не только на меня, на многих других вот это произвело впечатление, она не рассказывала, она не говорила, она просто стояла и ждала 35 лет после окончания войны. Да, это тяжёлая, конечно, такая вот ситуация, такая эмоциональная, но вот если мы, это ещё раз, наверное, подчёркивает то, что победа, она действительно со слезами на глазах, поскольку, ну, не было семьи, наверное, на постсоветском пространстве, есть так говорить, которая в той иной степени не пострадала от войны, или кто-то погиб в семье, не дай бог, или пропал без вести, или люди, вот как ваши родные, оказались вот в этом блокадном Ленинграде, да, в этом страшном голоде и холоде, да, или кто-то действительно был, ну, оказался, вот многие, которые приехали в Латвию после войны, они говорят, вот Псковская, Новгородская область, там же была выжженная земля, не было ни домов, ничего, то есть они остались, люди, вот без ничего, и пришлось заново начинать жизнь, так что война – это всегда трагедия, вот говоря всё-таки о 9 мая, ну, в этом году особое 9 мая, понятно, что не будет никаких ни демонстраций. Да, естественно, вот я перед этим, я хочу сказать, что, вы знаете, мы говорим, и на самом деле это тяжёлая тема, это не просто говорить, у тебя кому в горле стоит, но я хочу сказать о позитивных вещах, вот я сейчас со своими коллегами по партии, мы поздравили от имени, от моего имени, от Дайниса Турлайса, и Аниса Лочмелеса. От военных, да. Ну, да, это, ну, военный, и мы все знаем Дайниса Турлайса, как о нём писали, настоящий полковник и адмирал, Янис Лочмелес, мы поздравили вот от нашей партии ветеранов, это было тех, кто воевали, это было, их было 67 человек в Риге, около Риги, поздравляли мои товарищи. Это те, кто реально участвовали в боевых действиях. Да, 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 вместе с организацией ветеранов, вот с руководителем этой организации латвийских ветеранов войны, что я хочу сказать. Вот вы знаете, мне потом позвонили люди, молодые люди, которые поздравляли ветеранов, они мне говорят, Олег, большое спасибо, мы зарядились от этих людей такой энергии. И вот я скажу, на самом деле я посмотрел, вот людей, кого я поздравлял, они 95 лет, они говорили 96, да, то есть им было 20 лет, когда закончилась война, им сейчас 95 лет. Абек, у них такие светлые глаза, у них такой радостный, позитивный взгляд, я думаю, наверное, по-другому и нельзя дожить до этого возраста, да, видно, да, есть болезни, кто-то не может разогнуться нормально, кто-то двигается с палочкой, но они все позитивно настроены. 95 лет, самый молодой. Да, мы соблюдали, конечно, вот эту удаленку, ну, зашли, поздравили, где-то отдаленно постояли, был накрыт стол, что мне понравилось, сказали, ну, хорошо, вам нужно ехать дальше, наверное, поздравлять, мы понимаем, у вас много дел, мы вам выставили актимель, мы выпили по актимелю, мы выпили по актимелю, ветеран выпил свои наркомовские граммы, но все это было настолько положительно, настолько по-доброму, вот сейчас в наше непростое время, вы знаете, эти люди заряжают энергией, да, и я это, ну, не первый раз вот такие вещи испытываю, но на самом деле, ну, это позитивно, это становится... Вот они даже и до 95 лет, да? Ты сам становишься, да, ну, говоря, может быть, не о ветеранах войны, у меня вот было такое, ну, есть какие-то плюсы от того, что ты работаешь мэром, вот когда я был исполняющим обязанности мэра, буквально за пару дней до утверждения, был праздник города, ну, как вы знаете, в августе, и была такая традиция поздравлять 100-летних людей, 100 лет, вот я тоже в жизни не видел столько людей, но, к слову сказать, Абик, там были в основном женщины, вот, были в основном женщины, да. Я первый раз увидел, увидел, когда меня подвели, я подошел, я сейчас не могу сказать количество, он был довольно много, Ну, человек 20 было? Больше, больше, больше было. И вот я подошел, меня подвели к женщине, она сидела, я к ней подошел, ей было 107 лет, и вот она на самом деле все, мы с ней поговорили, она очень адекватная, она хотела встать, я встал перед ней на колено, ну, потому что она сидела, да, ну, куда, ей вставать, она говорит, нет, я хочу встать, вот, из-за уважения к вам, мне было крайне неудобно, но это настолько трогательно, потому что ты видишь, вот, у этих людей, у них, на самом деле, они смотрят позитивно, они улыбаются позитивно, они счастливы, они не говорят, как все плохо, как неудачно, то есть, на самом деле, только вот с таким позитивным, добрым взглядом на жизнь можно прожить столько лет, так же, как мы с моей супругой поздравляли пары перед этим, в Доме культуры Земельблазма, все время до этого делал вице-мэр Андрис Америкс, то у меня была такая же честь, те, кто прожили золотую свадьбу, 50 лет, из них были те, кто прожили 60 лет, ну, вот, когда вот ты пройдешь, посмотришь на таких людей… 60 лет они прожили вместе, да? Да, 60 лет прожили вместе, понимаете? И нет, когда там год за два идет или за три, как мы зачастую говорим своим женам, нет, на самом деле, поэтому, возвращаясь к ветеранам, на самом деле, это очень приятно, очень положительно, им общество ветеранов подарило книгу, воспоминания, где многие из них были, нашли эти страницы, то есть, вот это такое очень трогательное… Говоря о завтрашнем, естественно, есть ограничения, так получилось, да? И вы сами видите, что в Москве это к этому готовилось, Москва заранее, да, не получилась, и ожидались, как я понимаю, приезды многих гостей, президент Франции, насколько, я понимаю, планировался визит, это отложено, да? Завтра, я думаю, что можно подходить, те, кто могут подойти, но надо только, конечно, соблюдать вот эти два метра, соблюдать все установленные правила, подойти, но в то же самое время я хочу сказать, может быть, не надо забывать, что есть много других мест захоронений воинов, советских воинов, куда, может быть, в этом году стоит подойти, где людей будет меньше, ну, например, на Покровском кладбище, это ближе к улице, как там Сенчу, Зирню, Перновас, да, там вот есть захоронения, в том числе и детям, которых в концлагерях использовали как доноры, может быть, стоит подойти и в другие места, ну, и, конечно, подойти к своим родным, близким, которые пережили войну, воевали, ну, жили во время войны, подойти на их могилы, да? Я, например, вот сейчас перед нашим эфиром съездил на кладбище Райниса, у меня там похоронен дед, о котором я говорил, который прошел блокаду и, ну, вот, постоял, возложил цветы от своего имени, от имени своей семьи, да? А завтра я подъеду на то кладбище, вот, где мамина тетя похоронена, это другое кладбище, которое тоже пережило блокаду. Да, вот говоря о памятнике, не хочется, может быть, все это, как бы, возвращаться, политизировать, но вот говоря о памятнике освободителям, мы знаем, что время от времени определенные политические силы и неполитические силы говорят о необходимости демонтировать памятник освободителям, и даже рабочая группа все им этим вопросом занимается. Я знаю, что когда вы были мэром, вам тоже этот вопрос задавали, неоднократно, наверное, и вы сказали, что выразили надежду, что до такого варварства, как вот воевать с памятниками... Нет, Абик, вы не правы, я не выразил надежду, я выразил уверенность, что этого не будет. Я, может быть, скажу свое личное мнение, я считаю, я сегодня прочел статью Яниса Урбановича, ну, долго он не появлялся ни с какими комментариями, сейчас он это написал, он пишет, я думаю, что, ну, не надо сейчас, есть сила, безусловно, ну, не безусловно, а увы, есть сила, которая поднимает этот вопрос, которая говорит о том, давайте соберем памятник, его не будет, другие силы сразу это поднимают и тоже, ну, так скажем, говорят очень эмоционально, и в принципе, ну, как одни, так и вторые радикальные силы зачастую подкармливают себя без радикальных сил, тогда, ну, как, они жить не могут, они в известном мире, извините, но нужны друг другу, да. Этот памятник не снесут никогда, он был, есть и будет. И есть одна прагматичная вещь, слава Богу, но в начале 90-х годов этот памятник вошел в наше межправсоглашение с Россией, межгосударственное соглашение с Россией, и этот памятник должен быть. Видите, когда я как мэр встречался с министром иностранных дел, господином Ленкевичем, он сказал, он говорит, да, он сам сказал, что у него тоже вызывает определенный, ну, так скажем, дискомфорт то, что происходит эта дискуссия, он говорит, потому что я отлично себя даю отчет в том, как человек, отвечающий за иностранные дела, о том, что этого не будет никогда, это не может быть. Другое дело, надо понимать многие вещи, да, одна сторона говорит о том, а давайте сделаем описание и напишем о том, об оккупации, напишем о всех сторонах этой жизни. Ну, что в этом плохого? Я бы это не делал. Почему? Потому что, когда это будет сделано, ну, вероятно, эта табличка по понятного рода причинам, тоже эмоциональным, она, вероятно, будет разрисована, она будет снята, это вызовет новые недовольства в народе. Я думаю, что это очень чувствительная тема, не надо провоцировать, не надо провоцировать, просто вот этот день, он был, есть и будет, этот памятник был, есть и будет. Я тоже когда-то у вас рассказывал в вашей студии, гуляя с супругой Вене, вечером я увидел памятник освободителям Вены, памятник советскому солдату, там выгравированы слова верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина с золотыми буквами, все хорошо видно, памятник в прекрасном состоянии. Никто не замазывает слова тирана, никто не снимает, никто не сносит этот памятник, да, он там есть, он там есть и будет стоять. Поэтому пытаться снимать памятники, это не есть сносить памятники, это не есть правильно, особенно такие памятники. Поэтому не реагируем, не реагируем на это, не поддаемся на провокации, это провокация. Это провокация, воспринимаем ее как провокацию, пусть она проходит мимо нас. Давайте используем ту возможность, что вы у нас сегодня в студии, и поговорим не только о 9 мая, хотя понятно, что это очень знаменательная дата, и завтра многие будут ее совершенно справедливо отмечать. Если мы говорим вообще о жизни в Риге, может быть, естественно, в контексте страны, вот вам такой вопрос и как бывшему мэру, как человеку, который очень долгое время поработал в исправительных структурах столицы. Когда вы только были избраны мэром, я помню, что вы особо подчеркивали, что не может быть так, что правительство или центральная власть все время в конфронтации с Ригой, с Рижской Думой, и Рижская Дума в конфронтации... Ну да, я говорил о стене между государством и самоуправлением. Понятно, что после выборов будет новая Рижская Дума, надеемся, что выборы пройдут срок без эксцессов 29 августа, и появится там новая Рижская Дума, не будем сейчас гадать, какая там будет коалиция и так далее. Как все-таки, учитывая ваш опыт теперешний, и как бывшего мэра, и как многолетнего директора департамента имущества Рижской Думы, как все-таки должны строиться взаимоотношения вот этой центральной власти и столицы? Одно время, помните, ради разговора, что надо бы какой-то отдельный закон о столице. Сейчас мы знаем, что вот это Министерство среды регионального развития разрабатывает постепенно новый закон о самоуправлении. Новый закон о самоуправлении, где будет одна из частей о Риге. Это может быть, пусть это не будет закон, пусть это будет одна из составляющих частей, но то, что у нас Рига как столица не выделена, и то, что понимания вот этого зачастую не хватает у государственных, может быть, о том, что без крепкой столицы не будет крепкой и сильной Латвии, и вот это вот зачастую тоже такие провокационные разговоры, вы себя отделяете. Естественно, где-то была, наверное, тоже политика со стороны Риги в предыдущие годы, где как-то Рига выделяла себя. Наверное, это было, да? Что было в этом виной? Может быть, отношение государства. Сейчас не важно, как это анализировать, важно то, что у всех должно быть восприятие одно. Без сильной столицы не будет сильная страна, и без сильной страны не будет сильная столица. Вот. И столица Рига, и другой не будет. Это понятно, потому что в Риге живет основная часть населения, вся экономика, все развитие происходит в Риге. Поэтому, как видеть, безусловно, сейчас нужно смотреть. Вот, ну, кризис, вся эта ситуация, связанная с вирусом, это такой очень серьезный этап в нашей общей жизни. Я думаю, что вот это, как любые кризисные ситуации после кризиса, нам нужно использовать для того, чтобы мы на свою жизнь посмотрели по-новому, для того, чтобы мы не боялись изменить что-то, мы не были столь консервативны, могли подойти. Однозначно, сейчас мы понимаем, что много людей будут в непростой экономической ситуации, финансовой ситуации, и страна должна им помочь. Самоуправление тоже должно помочь. И в данном случае мы не должны говорить так, ну, вот вам не помогает страна, поэтому мы вынуждены что-то помогать, да, и не должны говорить так, мы не можем, вы разбираетесь в город, нам нужно здесь очень слаженно работать, поэтому очень зависит сотрудничество с Министерством благосостояния, сотрудничество с Министерством здравоохранения, сотрудничество с Министерством экономики, как мы будем греть, да, я уже не говорю о Министерстве по охране среды и самоуправлении, вот со многими министерствами очень важно, как мы будем сотрудничать, очень важно, чтобы от нас, Я говорю от нас по инерции, как многолетний работник Думы, но я могу сказать от самоуправления, от Риги, должны сходить идеи, что мы будем делать, как мы будем развивать это. И сейчас очень много вопросов. Например, это вопросы, одни из вопросов, это вопросы жилого фонда, это вопросы, локальные вопросы о том, чтобы не было штрафных санкций, о том, чтобы понижать тарифы. Мы говорим сейчас, мы можем поговорить и продолжать, и на следующей неделе, я думаю, тогда у нас будет больше вопросов, мы можем об этом говорить. Но второй вопрос, глобальный на будущее, будем говорить честно, проблема всех городов, больших городов на постсоветском пространстве, это жилой фонд, построенный в советское время. Мы знаем, что у нас дома, например, Кенгарок старый, вот все эти Масковос там 266, там около Даугавы, да, это старая литовская серия, построенная, по-моему, в середине 60-х годов. Это все эти, так называемые, хрущевки на Тырзас, это потом уже в начале 70-х годах Илгутс, и дальше и дальше, например, ну, до постройки уже в современной Латвии, это зепный калнс. Во всех главная одна проблема – это коммуникация, это вода и канализация, это электричество, это тепло. И если мы не будем это все делать, не найдем механизм, как это привести в порядок, ни сегодня, ни завтра, может быть, не в ближайшем созыве, но в каком-то обозримом будущем, нас ждет кризисная ситуация, потому что все эти сети будут одновременно трубы лопаться, количество аварийных, кстати, вызовов, оно не уменьшается, увеличивается в Риге с нам упар волнении, поэтому нам нужно выдумать. Дома не утеплены, мы продолжаем за неутепленный дом, за неутепленную крышу, за неутепленные подвалы платить большие деньги за отопление. Нам нужно, конечно, большую программу, и эта программа должна быть европейские деньги, придумать алгоритмы, такие варианты есть, я просто сейчас об этом не буду говорить, мы можем где-то детально поговорить, потом, на следующей неделе, в дальнейшем. Но есть варианты, как привести в порядок это имущество. Какая экономия после правильного утепленного дома? Ну, на 30%, минимум. Минимум на 30%, может быть, еще больше. У меня есть школы, которые после утепления фасада начали платить за отопление в два раза меньше. Поэтому в данном случае вот таких моментов много. Дальше. Социальные вещи. Да, безусловно, нам нужно вернуться к тому, чтобы пенсионеры опять съездили бесплатно, инвалиды, третья группа. Это норма, нам нужно вернуться. Есть опасность, я извиняюсь, что перебываю, есть опасность, что закончится вот эта чрезвычайная ситуация, а временная администрация скажет, ну, видите, как хорошо мы сэкономили деньги, рига сатексмы. Но как сказать, на сегодняшний момент, я думаю, такой опасности нет, но ее можно создать в любой момент. Почему? Объясню свои слова. Потому что рига сатексмы, совет рига сатексмы правления приняло решение, и так это записано в администрации, скажем, руководство Думы приняло решение о том, что во время чрезвычайной ситуации отменяется бесплатный проезд для льготы для ряда категорий лиц. Следовательно, мы должны это понимать следующим образом. У нас чрезвычайная ситуация преодолена до 9 июня, да? Ну, значит, до 9 июня все продолжится. Вот если 9 июня она закончится, значит, автоматически с 10 июня должны все ездить бесплатно. Должны все ездить бесплатно. Ну, я говорю о школьниках, о пенсионерах, о всех остальных категориях, кому это принадлежат, ну, как было до этого. Если, конечно, не случится что-то, и администрация не скажет, ну, знаете, мы тут пострадали, мы это, а давайте мы так делать не будем. Поэтому очень важно сейчас вот держать температуру вот этой ситуации довольно высокой, и очень важно сейчас всему обществу говорить о том, что это нужно. А это на самом деле необходимо. Почему? Я могу сказать только одну фразу, не пускаясь, долгие расхуждения. Средняя пенсия в Латвии – 350 евро. Это средняя пенсия в Латвии. Это средняя. Это то, что есть люди, которые получают высокую, гораздо больше 1000 евро, которые не садились в общественный транспорт и есть на персональной машине. Средняя пенсия меньше минимальной зарплаты – 350 евро. И подумаем, что делать этому пенсионеру, когда он живет в квартире, еще не дай бог там частная квартира, и когда ему нужно за все это платить. Если у него нет возможности родственникам помочь, это на самом деле одинокий пенсионер, то, ну, эта ситуация очень страшная, будем говорить так. Особенно, если еще этот человек в возрасте, а так это и случается, у него еще есть определенный комплект болезней, ему надо тратить на здравоохранение. Поэтому социальная сфера – это один вопрос. Второй вопрос – нам нужно понимать, нам нужно находить деньги для города, нам нужно сделать город более привлекательный. И здесь глобальный вопрос, который сейчас мы после вируса, о котором должны говорить. Я просто хочу его, ну так, ну такими большими мазками рисовать, и потом мы можем в последующих неделях об этом говорить. Почему мы приезжаем с вами в Вильнюс, мы видим новые проекты, мы видим большие европейского уровня, бренды, которые туда заходят. А это же такое правило. Зашел один, а потом сарафанное радио, и начали приходить другие. Почему в Каунасе, когда мы въезжаем в Каунас со стороны Риги, и перед тем, как подъехали в Каунас, перед поворотом на Варшаву, на Марьям-Поле, почему там очень много с левой стороны технологических парков, разных центров, на городской земле, все это делается. То есть они нашли возможности сотрудничества. Есть много разных алгоритмов, которые можно сейчас делать и говорить. Говоря уже о том, что, например, сейчас, говоря о недвижимости, в Риге очень много будет пустых зданий, которые понастроили частные застройщики для апартаментов. Для букинга, для R&B, это сейчас немножко накроется. На пару лет не будет такого большого туризма. И вот они следят со своими пустыми зданиями. Почему, например, не начинать сейчас с ними говорить о том, давайте выдумываем алгоритм, мы готовы эти квартиры, сделаем конкурс и арендуем вот эти пустые квартиры по минимальной цене. Сделаем конкурс, например, 5 евро метр. Я просто сейчас походу фантазирую. По снижающей цене мы готовы заключить с вами договор и арендовать у вас самоуправление участников столько квартир. Кто меньше даст аренную плату, тем и возьмем квартиры. Почему бы это не сделать сейчас? И это позволит им получить стабильного, может быть, не такой будет успешный для них бизнес, но это будет стабильный арендатор, самоуправление города. Потому что мы возьмем эти квартиры, за них будет платить арендатор, это будут и раздевоклариантные квартиры. Но если он не будет платить и создаст долги, ну то тогда эту функцию на себя возьмет самоуправление. Поэтому очень много сейчас моментов, которые надо говорить. Посмотрим на всю территорию Сканста, которую нам нужно на самом деле инициировать, чтобы туда приходили инвесторы, вкладывали свои десятки миллионов. Будет вот все это движение, будут налоги, мы будем оживать гораздо быстрее. Пока у нас с вами, вы меня извините, оживление происходит за счет нового сети магазинов Lidl. То есть пока мы развиваемся таким образом. Поэтому сейчас очень многие вещи, все они обострены. Сейчас очень многие вещи надо смотреть, как делать. И очень многим, заканчивая этот длинный монолог, очень многим структурам Рижской думы нужно начинать думать, как работать по-новому. Одна из этих структур – это строительное управо. Упростить бюрократию, упростить формальное отношение к людям. Я общался и говорил с временным исполняющим обязанности руководителя строительного права. Знаете, у него много идей. Я вижу, что на самом деле он очень крепкий такой хозяйственник. Я думаю, что у него получится очень много идей. И политикам только нужно выслушать, помочь, дополнить своими идеями. Все будет хорошо. Вот тогда, может быть, в завершении, так вот быстро у нас время эфира подходит к концу. Такое вот домашнее задание, домашнее. Вы уже упомянули, обмолвили, славлю вас на слове, что вы еще будете к нам приходить. И мы дальше поговорим о том, что ждет Рижан и какой должна быть политика в Риге после пандемии. Обязательно я вас попрошу потом прокомментировать ваше мнение о слухах, которые ходят о том, что одна другая политическая сила мечтает или планирует приватизировать то или иное общество капитала. Ходят разные слухи. Вы об таком риске тоже, мне кажется, высказывались. Так что я надеюсь, что вы нам это прокомментируете в наших следующих эфирах. Ну, мы, да, сплетни мы комментировали, не будем сплетни, но есть какие-то вещи, которые... О которых надо говорить. О которых надо говорить. А зачастую, Абек, вы абсолютно правы, лучше сказать публично, чтобы потом это не публично не произошло. Олег Булов у нас был в прямом эфире, бывший мэр Риги, один из лидеров ЧЕС служит Риге. Большое спасибо.